В Хаскеле отступы играют содержательную роль. Они сдают так называемый двумерный синтаксис и распознаются компилятором. Отступы измеряются в символах пробела. Табуляция считается равным 8 пробелам независимого настроек вашего редактора. Общие правила трансляции отступов довольно сложны и описаны в стандарте языка. Мы, однако, сформулируем кратко основной принцип, не покрывающий, конечно, всех возможных деталей, которые мы рассмотрим позже. Основной принцип такой. Увеличение отступа безопасно, а уменьшение отступа может привести к проблемам. Увеличение отступа говорит лишь о том, что мы продолжаем текущее объявление, которое началось на предыдущей строке. Уменьшение отступа может приводить к проблемам, если мы уменьшаем наш отступ настолько, что его отступ, текущий отступ, становится меньше, чем тот отступ, с которого это объявление начиналось. Рассмотрим в качестве примера функцию roots, которая находит корни квадратного уравнения. Коэффициенты этого квадратного уравнения передаются в качестве параметров этой функции, и наша функция roots возвращает пару значений, пару корней квадратного уравнения. Собственно, формулу вычисления корней квадратного уравнения знают все. Давайте посмотрим на то, каким образом здесь используются отступы. С нулевого отступа начинаются глобальные объявления. В данном примере, в данном модуле, нулевой отступ имеет третья строка и пятая строка. Здесь у нас есть глобальное объявление типа функции roots и глобальное объявление, собственно, реализации этой функции roots, ее определение. Объявление типа функции roots состоит из двух строк. Здесь во второй строке мы сделали ненулевой отступ, который как раз и означает, что наше объявление продолжается на следующей строке. Мы могли бы это объявление сделать и трех, четырех, пятистрочный. Любой ненулевой отступ здесь описывал бы нам ровно то, что нам надо. Это тоже законное объявление о функции roots. Как только у нас отступ опять становится нулевым, это означает, что началось новое глобальное объявление. В этом новом глобальном объявлении мы опять используем ненулевые отступы. Но поскольку у нас то, что стоит в этих строках, представляет собой тело функции, то есть некоторое выражение, здесь мы отступы можем использовать произвольным образом. Единственное требование, чтобы они были ненулевыми. Отступы, которые здесь присутствуют, подчеркивают структуру нашего ответа, а именно то, что это пара, содержащая два выражения.